Всем привет, и у меня для вас плохие новости, точнее новость. Информация о том, что бета-тестирование RF2 начнется 2 апреля, оказалась фейком. И я на этот фейк повелся, ну и кроме того, стал соучастником распространения этого фейка. Поэтому я хочу принести вам свои извинения за то, что информация оказалась ненастоящей, и, соответственно, за то, что я ввел в заблуждение и дал вам надежды на то, что игра все-таки выйдет. Мне лично самому хотелось в это верить, потому что игра действительно была стоящая, и очень жаль, что кто-то просто пустил такие вот слухи, и на фоне этих слухов родилась целая такая вот эпопея ожидания начала бета-тестирования. Но официальной информации от разработчиков не поступало вплоть до последнего дня 2 апреля. И, естественно, 2 апреля никакого бета-тестирования не началось. И я решил подождать все-таки еще несколько дней, потому что я думал, вдруг все-таки Quark Games дадут сами какой-нибудь официальный комментарий по этому поводу, потому что хайп вокруг этой новости разгорелся нехилой. Все об этом говорили, все даже кто не верил, что все-таки этот бета-тест состоится, все равно проверяли и чекали информацию, а также ждали, будет бета-тест или нет. Но в итоге, как выяснилось, тот чувак, который вообще впервые запустил эту информацию, признался, что у него не было никакой информации, и, по сути, он все сам придумал. И, соответственно, дальше комьюнити это все развило, и появились еще люди, которые пытались найти хоть какие-то зацепочки и увидеть то, чего на самом деле нету. В общем, впредь я буду более внимателен к информации, и если нету каких-либо официальных заявлений от разработчиков или от издателей, я эту информацию брать в свои видео не буду. Поэтому приношу еще раз свои извинения за дезинформацию, так сказать. Больше, я надеюсь, такого не повторится, потому что я делал это не ради хайпа, а ради того, чтобы поделиться с вами интересной и полезной информацией. Да еще и об игре, которая наделала шуму и, соответственно, ожидаемо многими, в том числе и мной. В общем, на самом деле, что я думаю? Я думаю, что игра Area F2 больше вообще не увидит света. Скорее всего, инвесторы отвернулись от проекта, ну а сами разработчики, наверное, не имеют полных прав на весь свой продукт, и, следовательно, скорее всего, игры не будет. Возможно, я заблуждаюсь в каких-то своих суждениях и мыслях, но лучше не иметь никакие надежды, как по мне, потому что это лишний раз не оправдает ожиданий и принесет еще больше расстройства. В общем, вот такие вот новости. Спасибо.